Бой закончен, дорогие друзья Попал на мощный удар, все, бой закончен, дорогие друзья В красный угол октагона приглашаются поезд из Узбекистана Встречайте, Хайдаров Мухриддин Встречайте, Хайдаров Мухриддин Узбекистан хора и гирммайошка, 11 килограмм Встречайте, Хайдаров Мухриддин Всем привет, Хайдаров Мухриддин Я в Москве в 2009 году в Илье Я хочу, вскрыть, профилактику и гирммайошку Я в Казахстане с 7-6 лет, я в доме 15 лет, я в Москву и в Москву. Я из Инстаграма сашифалами, я смотрю, что я делал в моем канале. Я делал на моем канале, и я делал в моем канале. Я делал в моем канале, и я делал в моем канале. Я кастинге, 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 кастинге. Рақыбым не я. Көрдім, танышдым. Рақыбым не я. Молмаддинайман. Иншанлық зрелищіне бөліпліщі харакат кілеміз. Бүшерлер, джангия, яқытнашым не отоман көршіміз. Улар дуоге. Акеларым дуоге. Иншанлық, дұрыміз. Максадымыз, шы максады білен кегеміз. Бүшерлер, бүшерлер, бүшерлер. Бүшерлер, бүшерлер, бұл. Бүшерлер+. Бүшерлер, бүшерлер. Бүшерлер. Бүшерлер, бү proceed, бүшерлер. Бүшерлерте жалыпны отман. Бүшерлер, бүшерлер шыр 대표із. Бүшерлерді бүшерлер орыkunыз. Нат earlyik атомыз с hardа оры состырылі жал括ы. Бүшерлер – с Ari щеigner отыма жалпы� 청чыру. groceries, болою отымырғалпады естен mai industrial шыздар бар. Мало просто победить, ты должен победить красиво. Встречайте, Завиров Руссан! Привет! Меня зовут Рустан. Я известен самархан в Узбекистане, в городе. Я уже в 67-м году, в 62 килограмм. Я написал на Инстаграме «Ширлар Жэнг» проекты. Я выбрал три года. Я участвую с 3 года. Я ухожу от меня в школе. Я участвую в школе. Я очень рад, что у меня очень хорошо в карате. två годы играют concentration четырё час в Москве два километра помогли спорт average everything Русские airlift Ну и вот его оппонент Зайров Рустан, также представитель Узбекистана, но на этот раз город Самаркад он представляет, 28 лет ему на 8 лет старшего своего оппонента, на 1 кг тяжелее, но понижен на 4 сантиметра, 166 всего, также профессиональный дебют. Проходит он последний такой осмотр. Последняя подготовка придет нам в клетку, ну а так уже разогревается его оппонент, пританцовывает, ждет боя Айдаров Мухридин. Представитель этого поединка в красном углу. Боец представляет Узбекистан из города Бухара. Его возраст 25, вес 61 кг, рост 170 сантиметров. Это его дебют. Встречайте Айдаров Мухридин! А в синем углу ему боец представляет Узбекистан из города Самаркад. Его возраст 28 лет, вес 62 кг, рост 166 сантиметров. Это его также дебют. Встречайте! Зайров Рустан! Реферер в клетке Владимир Балан. Бойцы на середину, пожар вверх. Внимательно слушаем мои команды, право не нарушаем. Головой и локтем голову не мем вообще. Затылок, позвоночник, пахнем емко. Заседки, перчатки, шорты не хватает. Внимательно в партере допускается работа 30 секунд. После этого поднимаем партер, работает голову только руками. Гажите красиво. Ома! Ома Бога! Итак, сейчас начнется поединок. Мухридин Хайдаров против Зайрова Рустама. Оба бойца представляют Узбекистан. Бойцы готов! Судья! Судьи! Время! Первый раунд! Бой! Первый раунд. Приветствуют друг друга бойцы. И начинается у нас поединок. Сразу так в центр выходит Рустам. Но нападает первым у нас Мухридин с хорошим ударом. И клинч. Подхватываем своего оппонента. Валит его на канвас. Пытается провести добивающую серию. Зайров отчаянно защищается. Но мощными ударами пробивает его Мухридин. Пытается вывернуться Зайров. Вот ему удается. Снова клинч. Стойка. Обмен жесткими ударами. Уже в атаку идет Рустам. Нарывается на сильный удар навстречу. Снова обмен ударами. Не щадят ни себя, ни соперника оба бойца. Только с открытым забралом бой у нас идет. Завелся Зайров. Ну так уже немножко задышал Мухридин. Немножко тяжело, мне кажется. Выложился лоу-кик. Падает от которого Зайров. Вот так немножко, мне кажется, запнулся. И прихватываем сейчас шею своего оппонента. Да, был тейкдаун, но у нас тут на гильотину захват идет. Если удастся Зайрову заправить ноги, то Мухридин попадет в капкан. Он это прекрасно понимает. 30 секунд у нас всего на партер. Остановите время. Врять! И нужен врач. Нужен врач одному из бойцов. Да, рассечение у нас там небольшое. Ну, сейчас окажут помощь. Ну, так яростно рубятся парни. Друг друга не жалеют. Показывают товар лицом. Хоть и дебют профессиональный для обоих. Ну, скиллы прям хорошие. Старается, старается не заставиться в нейтральном углу Мухридин Хайдаров. Он постоянно двигается, он раскидывает руки. Надо им это не показать. Сейчас показка красивой помощи окажут. Но все правильно делает. Ему не то, чтобы не остывать, чтобы быть постоянно на заряде. Это ему и секундант советуют явно. С хорошей энергетикой бой. Уступать никто не хочет. Оба бойца достойны друг друга. И поединок сейчас у нас будет продолжен. Снова спортивное уважение. Правильное поведение мы здесь наблюдаем. Пытается идти вперед Мухридин. Он так показывает ему, что готов встречать коленом Рустам эти проходы. И вот, собственно, сейчас что-то не случилось, но попал в челюсть мощный Мухридин. Но попадает он в клинч. Вот он за одиночными ударами так немножко не развивает активно дальше атаку. И попадает поэтому на захваты. Пытался бросить Заиров. Удалось в контриль сейчас Хайдарову. Он в очень выгодном положении. Плечом пробивает своего оппонента. Пытается разорвать захват. Отжимает его головой. Все абсолютно разрешенная техника. Он не наносит удар. Он просто плечом работает. И сейчас может руку прихватить на армбар, к примеру. Либо выйти в маунт. Но если он хочет добиться досрочной победы, надо действовать быстро. Потому что абсолютно правильно. 30 секунд у нас. 30 секунд всего на партер. Надеюсь, что в партере отведено по правилам львиной битвы. Если вы хотите победить в партере, вы должны сделать это прям стремительно. То есть это либо быстрый ТКО, либо болевой удушающий. Осторожно, осторожно. Сейчас подбирается Мухридинг своему оппоненту. Выцеливает его. Небольшая пауза. Ну, подустали немножко к концу первого раунда у бойца. Очень активные действия были. Первые две минуты. Ну, вот с ударом пытается Мухридин зайти. Начинается обмен. И раунд заканчивается. Напомню вам, что второй отборочный этап проходит сегодня в Санкт-Петербурге в ресторане Цинь. Львиная битва. Ютуб-проект номер один в Узбекистане по смешанным единоборствам, который создал Рустам Рахмонов при поддержке Нажмедина Хаджаева. И очень интересные бои. Молодые и талантливые бойцы получают свои шансы. Напомню, что если вы хотите принять участие в этом проекте, если вы чувствуете все силы, вы можете подать заявку. Все контакты в описании. А у нас начинается второй раунд, дорогие друзья. Бойцы готовы? Бой! И Владимир Балала дает сигнал к началу второго раунда. Кружат вокруг друга бойцы. Кто же первым взорвется? Фронт-кик наносит Мухридин, останавливая атаку Заирова Рустама. Тот пытается его джебом выцелить. И он нарывается на мощный удар. Но не потрясен Рустам. Снова он проводит лоу-кик. С боковыми мощными врывается Мухридин. Проходит ноги. Ввалит своего оппонента. Попадает захват неприятный. Понимает это прекрасно. Пытается сейчас сразу сбоку занять положение, чтобы невозможно было его задушить. А вот Рустам заправляет ноги. Пытается сейчас Дана гард. Есть положение на гильотину. И вот это шанс для Заирова завершить бой. Но все прекрасно показывает Мухридин. Большой палец вверх. Говорит, никакой опасности для меня нет. Спокойно перетерпел на те несколько секунд. В капкане. И поединок продолжен. Ну да, конечно, в гильотинах души человека времени-то нужно побольше. Либо она должна прям очень плотно быть. Старается опять с размашистыми ударами. И теперь Мухридин отрывается. Он на ответочку от Рустама. Немножко потрясен так. Сжимает своего оппонента в угол Рустам. Наносит ряд ударов. Но Мухридин отвечает. Все, он делает ставку на вот эти размашистые удары. Они не очень быстрые. Постоянно нарывается на короткие точные удары своего оппонента. И, знаете, такой обмен весьма любопытный происходит. Поскольку, ну, тоннаж ударов-то может быть не сильный. Но, вы знаете, у вас бы просто по совокупности он набирается. И потом можно одним не сильным ударом все дело-то и завершить. Он будет точным в челюсть. Что все это накапливается. Снова в борьбу переходят бойцы. Вымахались они в стойке. Спину забирает Мухридин. 30 секунд дается, не забываем. Напоминает Владимир Балаш, что у него все 30 секунд на партер. Надо занимать доминирующее положение. Пытается его руки повязать Рустам. Отлежаться немножко, отдохнуть. Стоп, стойка! Помахались, конечно, конкретно парни. Но подвымахались. Вот видим, что Рустаму прям тяжело. Прутается он продышаться. Это только второй раунд. Это только второй раунд. Еще впереди третий будет, если сейчас бой не закончится. Сейчас пытается так небольшую тактическую паузу для себя Рустам найти. Я думаю, что Мухридин это прекрасно понимает. Попытка хайки, когда кого размажутся. Но опять же, без подготовки. Даже уставший Рустам видит его и уклоняется спокойно. Вот пытается он идти в атаку. Снова размажутся, отвечает. Но Мухридин идет вперед! Хочет он закончить бой здесь сейчас. Зажимает своего оппонента в сетку. Опять отдает голову опасно на гильотину. Но не боится он этого нисколько. Заваливает своего оппонента. Такой тейкдаун, не тейкдаун. Но оппонент на канвасе. Оппонент сидит на гильотине. Все. И раунд у нас заканчивается. Мухридин такой чуть более энергичный, более бодрее. Скидки на это тоже надо делать. Которому нужна эта победа так же, как и вам. Поэтому, если вы хотите подать заявку, готовьте сразу. Готовьте сейчас, заранее. Забыли капу. Но, может действительно забыли. А может маленькая тактическая уловка. Ну что ж, что не запрещено, то разрешено. Дает это возможность, дорогие друзья, подышать и одному, и второму бойцу. Так еще плюс 10-15 секунд. В принципе, за это не карают. Ты можешь это использовать. Чуть больше подышал, чуть активнее пока аж бой. Это неплохо. Только злоупотреблять, конечно, этим не надо. Надеюсь, что никто капу выплевывать не начнет. Бощнейший ловый Мухридин. Еще один. И опять этот разбахает. Он включает жестко, потрясает Рустама. Рустам пытается его завязать. Рустам прихватывает шею опять. Ну, конечно, очень отчаянно Мухридин отдает постоянно. Голову свою на захват. Видимо, верит в то, что он спокойно перетерпит там 30 секунд. Это вот удушающий прием. Верит в то, что он не попадется на захват. Прям вот такой конкретный, моментальный. Да и сил уже, конечно, у Рустама не хватает. Плюс уже и вспотелевого оппонента. Проще вывернуться. Не такие они сухие, как в первом раунде. Ну, пытается что-то придумать Рустам Заиров. Видно, что сил у него осталось совсем чуть-чуть. Мухридин пытается его раздергать. Пытается его подраскачать, чтобы тот допустил ошибку. Заряжается на лоу. Проходит внутренний лоу мощный. Заряжался-то явно на внешне, вот прям как сейчас. Опять такая вот зарубила его в стойке. Пытается устроить Мухридин. Еще один мощный лоу. Удары навстречу проходят. Еще один плотный удар. Еще пошла, пошла, пошел размен ударами. Все, пытается вот Заиров с открытым забралом кинуться в бой. Коленом встречает он проход своего оппонента. Но сейчас отдаст ногу. Опять прихватит шею. И скорее всего, да, вот все, то, что мы видели в первом-втором раунде, дорогие друзья, сейчас опять Мухридин переводит своего оппонента в партер. Опять его прихватывают за горло Рустам Заиров. Но, к сожалению, ничего он не может из этого извлечь. Сил у него уже просто не хватает. Но, опять же, 30 секунд. 30 секунд это очень мало, чтобы качественно закрыть капкан, провести болевой прием удушающий. Последние минуты третьего раунда. Мне кажется, что все-таки Мухридин ведет. Ведет за счет тейкдауна, за счет активности. Но будет слово за судьями, дорогие друзья. Я все-таки ни в коем случае не судья. Я лишь только комментатор. Я стараюсь комментировать то, что происходит в клетке. А происходит у нас то, что из последних сил Заиров пытается идти в атаку. Пытается навязать размен ударами. Ну, Мухридин это прекрасно понимает. Наносит свои лоу-кики фирменные. Отходит на дистанцию с ударом. Пытается встречать. И встречает хорошо. Прям болтает он своего оппонента ударами. Нет у них, конечно, такой пробивной мощи, поскольку уже устали оба. Но все равно удары чувствительные, удары проходят. Опять тейкдаун. И вот, что, последний шанс. Для Рустама Заирова. Прихватывает он своего противника. Стоп, стойка. Но нет силы даже вытянуть гильотину. Нету ее просто. Ну, все, кончились силы. Бензин закончился. Все, что он может пока что. Это вот прихватывать. Прихватывать вроде неплохо, вроде четко. Но, знаете, тут это опыт. Тут, конечно, опыта не хватает. Потому что прямо так уже какие-то нюансы, там, моменты для правильной гильотины. И снова идет вперед. Снова натыкается на боковой от Мухридина. Ну, а так, вы знаете, уверенно рвется вперед. Показывает бойцовский дух. Ну, что ж, поаплодируем парням. Выложились они на полную. Показали все, что могут. Все, что умеют. Старались. Старались выиграть. Но удача улыбнется только одному. Победитель будет здесь только один. Я думаю, что это все-таки Мухридин Хайдаров. Который был более разнообразен. Более агрессивен. И, видимо, более подготовлен именно к этой схватке. Но, что ж, за Ирову Рустаму нисколько не надо падать духом. Надо делать правильные выводы. С любого поражения нужно извлекать уроки. Итак, в этом бою единогласное решение судя. Победа держа. Поесть. Из красного пара Хайдарова Мухридин. Все справедливо и заслуженно. Поздравляем Мухридина Хайдарова с победой. Хороший плотный бой. Интересный поединок такой прям был. Всем вас слава в алейкум. Всем спасибо. Спасибо за рели. Ну что, постараемся еще в следующий бой. Всем спасибо. Вообще-то красивый бой был. Очень мощно, очень мощно. Рустам. Ой, а... Мухридин, Мухридин. Слушай, мухридин, вы реально, мы смотрели прям ваш. Чувствуется дух, уверенность. Расскажи вообще, что ты чувствуешь? Может, еще хотел привет к его к тебе. Ну и спортсменной свойств. Это рекомен. Ну и спортсменная свойств. Очищает. Салантин, Мухридин. Здесь уроки, как я-то не смотрели. Поздравляем. Я, так. Я, так. Я, так. Я, так. Ну что, дорогие друзья, мы вас категорически привезли на сцену, кто у нас тут ворвался. Всем ассалам алейкум, добрый вечер. Здесь человек есть один такой интересный. Шоума, ты где? Что там газуешь? Давай. Что случилось? Что поговорить надо там, лично. Обсудим. Прямо на октагонник, сейчас? Я не понял, сейчас будет драк, я скажу. Посмотрим вам стоять. Шарминдер. А вы же обещали весь драк? Все, все, давайте. Слово даем, если хотите бой, мы организуем, да, мы всегда рады, так и будем. На перейдем. Шарминдер. Да, запущу? Да, 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 давай. Давай, шармин, напередний себя. Да, да. Передний, шармин. Давай, ты уверен? Все уверен? Отпустили? Шарминдер, на AHM. полшу конечно ты уверен? все уверен? успокоимся успокоимся ты уверен? ты уверен? ты в этом уверен? ты что исполняешь? подойди сюда подойди поближе как ты уже сверху получался? подойди подойди бой организуем давай только без рук в следующем турнире будете делать только без рук я тебя уроню давай иди сюда иди иди все все давай охрана смотрите я такого поворота не ожидал сюда у меня шашки сидят такого напряжения не на самом деле я знаю Сажетина профессиональный боец он с рекордом 3-0 сейчас идет выступает меня в реке попросит еще черный дельфин а Шамиль у нас выступает кстати он выиграл на первом турнире да? конечно у нас выступает так что я думаю что будет интересно это его состояние ну давай если они хотят зрители хотят будем устроить этот бой да несомненно я думаю что это могу быть вот я сейчас хочу сразу один из спонсоров наш объявить ну что а перед тем как мы начнем я хочу поделиться такой интересной информацией мало кто знает что у Рустама родился сын три дня назад есть такой евростандарт три с половиной килограмма слушай расскажи как он назвал всем спасибо на самом деле уже двухкратный отец назвал я естественно фанат Амур Тимура назвал его Амир Амир да? я знаю Амир это такой воин был в Узбекистане Амир Тимур да исторический воин и клуб есть такой в Бухаре кто из Бухары знает я там был тренировался классный клуб да так что он назвал Амир всем спасибо еще раз да смотри я всех пунктов вычислил но свой авиакастер не сказал сейчас Мухаммад меня ругает что авиакастер рекламирует просто еще не шли авиарные билеты но не было экран телефон рахманов авиакастер еще не шли и да кстати между прочим я сам пользуюсь и постоянно летаю из Питера в Москву в Москву в Питер потому что всем рекомендую Рахманов авиалиния самая лучшая я не знаю что я не знаю что я Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Ну, расстроен, конечно, Нурбек, можно его понять, он готовился к хорошему сильному бою, но и все для него закончилось в первом же действии буквально. Ну и, безусловно, Рокенбой рад. Он заряжался на бой, и весь заряд выпустил в этом ударе, который, собственно, охотировал его оппонента. В самом быстром бою, победу, нокаутом одержал БС, из красного угла, Нурединова Рокенбоя. Поздравляем Нурединова Рокенбоя. Хорошая, красивая победа. Нурбеку не расстраиваться. Самое главное, не расстраиваться. Нужно сделать все правильные выводы. Ну что, Рокенбоя. Я тебя искренне поздравляю. Очень мощный бой. Такое длинное, что я не могу передать эмоции, я в шоке, на самом деле. Пять секунд. Скажи, вообще, ожидал ли ты такого сюжета, полноту событий? Я даже не знаю, как это назвать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok С удивительной победой. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дорогие друзья. И в красный угол клетки выходит Даджонов Аппос. Идут в Бекистан. 22 года этому парню. Вес 74 килограмма, 168 сантиметров рост. Профессионального рекорда пока еще нет. Но можно быть уверенным, что он будет. Парень заряжен. Парень готов драться. Готов показывать все, на что он способен. Это абсолютно правильный настрой. Поскольку если ты не участвуешь в львиной битве, ты выходишь в эту клетку. Ты должен знать, что ты готов. И полностью ответственен в том, что ты выкладываешь на всю катушку. Ты однажды здесь пройдет строить все свои качества. А в синий угол клетки приглашается его соперник из Узбекистана. Встречайте! Шамуродов! Жамалиси! Синий пятый suivи! Субтитры делал DimaTorzok 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 Все-таки это львиная битва, дорогие друзья Здесь нужно быть любым настоящим И демонстрировать свой характер Ну что, дорогие друзья, мы двигаемся дальше И в красный угол Октагона приглашается Боец из России Республика Дагестан Встречайте Сулейман Соло Пошел Плотни Меня зовут Риосов Александр Я являюсь тренером школы боевых искусств Комбат Недавно мой ученик Сулейман подписал контракт с организацией на профессиональный бой Сроки короткие у нас получились Узнали о бои не так За которые сроки мы должны были подготовиться успеть Соответственно, за эти сроки мы должны были отточить его лучшие стороны И поработать над слабыми Ну, надеюсь, он в бою покажет себя на 100% Свои сильные стороны, которые мы сейчас рассказывать не будем Которые у него, наверное, покажет в бою А над слабыми сторонами теперь у него их, в принципе, больше нет Поэтому мы рассчитываем только на победу Я Залу Сулейман, мне 19 лет Родился в городе Астрахань Занимался горной борьбой Потом переехал сюда в мае Учиться сюда Сначала учусь в колледже И занимаюсь одновременно И я готов быть в автогон 27 И расчистил свою весовую категорию полностью И желаю успехов всем в спорте И соперникам с ним тоже Ну что ж, дорогие друзья, продолжается второй отборочный этап Девинные битвы Залов Сулейман из России 19 лет ему 88 килограммов вес 180 сантиметров раз 23 уже бескомпромиссных ярких зрелищных боя прошли сегодня Еще 10 впереди, дорогие друзья 66 бойцов сегодня выступают перед зрителями Узбекистана Встречайте Егиталиев Сандурбек Кокки Бундалёса Егиталиев Сандурбек Узбекистан Кокон Егер Мобеш килограмм Сакс Егер Мобеш Саксан 5 килограмм Сандурбек На самом деле Эгиталиев Сандурбек Взбекистан Фарханов Узбекистан Узбекистан Юри Когда переседу Игиталиев Рустам Рахмановны инстаграм сахфасты корруппы олдым. Шу шерлер жанге лайк астакат нанечка карар кулдым. Мену зум эммэ жанге жүдейм кызықама. Ва зумысынап корешке карар кулдым. Менге саперник берешті. Саперникім доу сонлык болееке. Охан жүді профессионаліне күшіл боле. Саперникім оғамат ділимі. Ва көрінінде ікаламыз. Чырулі дейін күш nårшқар көріні. на профессиональной арене и дальше может быть одним из них станет медали саргар-бек из Узбекистана, город Пулкан 25 лет, по 85 килограммов вес, по 80 сантиметров рост слева от меня в красном углу бойц представляет Россию, Республика Дагестан его возраст 19 лет, вес 88 килограммов рост 180 сантиметров, это его дебют приветствуйте! СО СУЛЕЙМАН его соперником в этом бою станет боец из синего рукла он представляет Республику Узбекистан, город Пулкан бойц, 25 лет, вес 85 килограмм рост 188 сантиметров, это его дебют и гитарир СААРДОР БЕЕС Итак, Сулейман Золов против Егиталиева Сардарбека. Бойцы из России против бойца из Узбекистана. Это львиная битва. Второй отборочный этап. И поединок у нас начинается. Сразу же пытался провести удар Сардарбек, но Сулейман его прихватывает. Пытается перевести в партер, это ему удается, но попадает он на гильотину. Занимает позицию сбоку. Старается, старается сейчас Сардарбек его прихватить в гардер, и это ему удается. И идет оглушающий прием. Пытается, пытается Золов вырваться. Я помню, что 30 секунд ограничения по борьбе в партере у нас. Вырывается Сулейман Золов. И возвращается в стойку. Ну что ж, бодрое начало, бодрое. Сардарбек идет, с удара сам нарывается на боковой. И теперь еще раз он пытается задушить Сулеймана Золова. Гильотины пробивает по корпусу коленями. Зажимает он его в сетку. Наносит удары по корпусу. Ожесточенная борьба у нас идет, дорогие друзья. Пытается ногу подцепить сейчас своего оппонента. Сулейман Золов удается ему перевод в партер. Сразу же пытается Егет Алиев подвязать своего оппонента. Чтобы не дать ему проводить какие-то более активные атакующие действия. Пытается оторваться Золов от своего оппонента. И снова стойка. Напоминаю, что наши правила нацелены на динамику. На красивый азартный бой. Поэтому 30 секунд в партере ограничения. А дальше бойцы возвращаются в стойку. Начинается размен ударами. Пытается нокаутировать своего оппонента. Сардарбек проводит лоу-кик. Попадается на захват. Начинается размен с жесткими ударами. Пошатнул, пошатнул сейчас Егет Алиев своего противника. Уже бросок ему не удался. И сейчас может пропустить в маунт его Золов. Сардарбеку удается занять доминирующее положение. Прижат его противник в углу. Жесткие удары обрушиваются на голову. Глухая защита. Не закрывайся, работай, работай, работай. Эй, ногами помогай себе. Сейчас может быть остановка. Стойка. 30 секунд, Пандер. Давай, пошила-то. Работай, работай. 30 секунд. Сулейман Золов пережил эту бомбардировку. Не рубись, не рубись. Сразу же, сразу же активно прессингует его Сардарбек. Бросает двоечку. И раунд завершен. Напоминаю, дорогие друзья, что если вы готовы, чувствуете все силы и хотите оказаться в этом октагоне, то все адреса, куда посылать заявки, они будут внизу в описании к данному видео. Дальше вас ждет жесткий кастинг. Как я сейчас узнал, 150 человек проходило кастинг на вот этот данный отбор. И выбраны были только 66 сильнейших. Они сегодня здесь, в 33 боях, доказывают свое право. Получают свой шанс. Заявляют о себе. И строят будущее своей профессиональной карьеры. Этот проект может открыть и, скорее всего, откроет двери перед очень многими бойцами, даст им отличный старт и будет расти вместе с ними. Начинается на второй раунд. Сардарбек шел с ударами, но попал в захват. Попытался сконтрить. Но за спину, за спину сейчас заходит Сулейман. Попытается он растащить своего оппонента, перевести его в партер. Но Егиталиев хорошо держит баланс. Пробивает коленом. И сейчас опять может прихватить. Удается, удается Сулейману Золову хороший перевод в партер. Сардарбек зажимает его в гильякину. Но идет давление сейчас сбоку. Золову надо выдержать. Если бы Сардарбек заправил ноги, то, конечно, гораздо более тяжелой ситуацией оказался бы Сулейман Золов. А так он просто ждет, пока 30 секунд кончится. И Владимир Балала поднимает бойцов в стойку. Продолжается у нас бой. Правильно, правильно сейчас советуют из угла Сулейману Золову застаиваться. Нельзя, нужно двигаться обязательно. Потому что Сардарбек хорошо пристреливается. У него очень мощные и точные удары. Хорошая чувствуется у него база. Либо в тайском боксе, либо в кикбоксинге. Вот отвечает Солов мощным ударом. Сардарбек немножко потерял бдительность. Призывают на характере работы Сулеймана Золова. Ну все правильно. Здесь вот ты выходишь, это твой шанс. Ты должен покатить весь свой характер. Своё право называться львом на львиной битве. И уже в борьбу пошел у нас Сигиталиев Сардарбек. И попался в захват. И попался в захват. Очень-очень грамотно сейчас ведет секундант. Прям бой Золова Сулеймана, я слышу. Практически каждое действие. И что самое главное слышит, слышит молодой боец свой угол. Это очень важное качество. Очень важный опыт для него. Вот все, что говорит секундант, он все делает. И это ему позволяет сейчас держаться против Сардарбека. Более того, атаковать. Именно так и должен действовать хорошая секундант. Он видит весь рисунок боя. Он ведет его. Как генерал ведет сражение. Мощный удар. От Золова. И он решил еще сам пойти зарубиться. Да, но заигрываться в стойке с Сардарбеком и Гитальевым я бы никому не посоветовал. Этого парня явно динамит в кулаках. Бьет он очень жестко. Те, кто дают возможность на такой медийности, в таких условиях, молодым бойцам проявлять себя. Таких проектов практически нет. И уникальность Львиной битвы в том, что в ней может попробовать каждый, как я уже говорил. И причем получить вот такую вот медийность сразу. С таким охватом зрительским. Это очень круто. А у нас Сардарбек начинает активно идти вперед. Старается он загнать в угол своего противника. Абсолютно верно. Третий решающий раунд. Бой такой-то, ну не сказать, что прям равный-равный. Но в нем все вот решится в третьем раунде. Кто его уверенно заберет, тот, скорее всего, победу захватит. Опять же, еще никто не отменял досрочных побед. И старается, старается сейчас Игит Алиев поджать своего оппонента. Выкину ударную позицию. Опять вот этот мощный удар руками на него обрушить. Золову нельзя стоять на месте. Если он хоть на секунду остановится, он попадет под бомбардировку. Ну, молодец, старается отвечать. Пускай такими размашистыми, не очень техничными, но все-таки опасными ударами. Сардарбек мощно пробивает прямой челюсть. Но Золов стоит, выдержит этот удар. Еще одна попытка Сардарбека пробить с правой. Но вот сам он сейчас руки опускает, уже хочет зарубиться. Удар коленом, получает в ответ. Нашла коса на камень, дорогие друзья, в этом бою. Хороший миддл кик. И началась у нас борьба. Сейчас вот опять попытается шею Сардарбек подхватить своего оппонента. Стойки его задушить. Заправляет, заправляет руки сейчас Игит Алиев. Опасная ситуация может создаться для Золова. Сейчас на усталости можно сделать. Но готовил удар коленом, Игит Алиев это почувствовал. Золов почувствовала его команда. Успел он вовремя уйти с линии атаки. Еще один хороший удар от Сардара. Попадает он навстречу. Фронт кик, но подхватывает его Сардарбек. Золов сам отвечает мощным ударом. Да, вот это действительно бой на характере, дорогие друзья. Тут проигрывать никто не собирается. Фоба уже бьется из последних сил. Золова где-то находит, просто невероятного резерва отвечает себе на эти мощные удары Сардарбека. И даже тейкдаун ему удается. Последние секунды сейчас будут третьего раунда, решающие. 30 секунд, если они что-то делают. Оба уже заслужили признание и уважение от зрителей. Оба показывают отличный бойцовский характер. Ну что ж, последние 30 секунд. Кто будет спортовать? Кто пойдет вперед? Вперед у тебя Сардарбек чуть не нарывается. Он опять на очередной закидок по Адзолова. И все. Завершен этот потяжелый поединок. Молодцы оба. Безусловно, большие молодцы. Хороший бой с открытым забралом. Вопрос, кому судьи отдадут предпочтение. Они и так ничего не делают. Еще один раун, чтобы они еще раз, еще, 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 еще ничего не делают. Ну что решат судьи? Хорошо, бойцы на съедину. Совершеннен судей. Хороший, хороший поединок. Мы с вами понаблюдали, дорогие друзья. Большой респект и Сулейману Золову, и Гитальеву Сардарбеку. Но кто же победитель? Итак, в этом нелегком, трудном, долгом поединке объявляется Нечиром! У нас может быть Неча, дорогие друзья. Вот так. Ну что ж. Да? Пожалуй, соглашусь. Оба были достойны. Есть судейский корпус, который принимает решение. Ну а вы всегда можете связаться с нашими матчмейкерами, предложить реванш или сделать вызов. Вот. Каждый считает, что каждый победил, но у нас есть судейская коллегия, которая принимает решение. И она не оспаривается. Вот. Так что, ребят, если хотите выяснить, кто из вас сильнее, мы вам организуем еще один бой. Ну это было бы справедливо. Реванш равных бойцов. Это всегда интересный. После такого, кстати, хорошего, плотного боя. Экстрый раунд дали? Давай, брат. Реванш равных. Хорошо. Ну что ж, сломанного решения. Равный хороший бой. Остались кое-какие вопросы. Куда не будут решены в реванше? Слава. Слава, молитву всем. Меня зовут Забина. 25 лет. Я из Узбекистана, Схуджанской области. Хочу попросить организаторов, чтобы организовали мне бой. Нашли мне соперницу. Орлов. Ты меня слышишь, да? Это кто? Менеджер? Это мой менеджер. Или тренер? Это их тренер и менеджер. Это все одно. А в каком весе? Хочу тратся, бахаться до кренитов. В каком весе? По бассейнам. Нет, в каком весе? Вес 67. А зрителям будет интересны женские бои? Ну, мне кажется, что будут. Может, сейчас? Дайте соперницу. Я должна была драться сегодня, но она отказалась. Я хочу быть правну какую-то. Нужен или нет женские бои? Я серьезно. Я думаю, все не против, поэтому будьте добры. Предоставьте мне соперницу хотя бы до марта месяца. Он под отрывом, я не знаю. Серьезно? Да, Рафан. Хорошо? Уптрафна. Был ли? Сканер? Сканер не только рябте. На самом деле, мы найдем тебя соперницу, так что не переживай. Сканер, это то басс. Был ли вы? Стоп басс. Эй! На самом деле, я тебе хочу сказать честно, вот от себя я делал уже женские бои. Это на самом деле очень, очень зверично тем, что они рубятся реально до конца. Они просто такое чувство, не чувствуют ни жалости, ни крови, там, не видят вообще. Они просто вот реально вот, это вот, это вот, это того стоит посмотреть. Ну, если так взять, то она приехала, ну, сюда. Ну, сюда, уже она победительница. На самом деле, есть, есть соперницы. Так что мы организуем обязательно. Вот. Ну что, дорогие друзья, а мы двигаемся этим самым дальше. Мы занимаемся с тематологией, хирургией, урологией, терапией, кастеронтологией, кардиологией, лор, гинекологией, неврологией. Мы занимаемся с тематологией. Мы занимаемся с тематологией. Мы занимаемся с тематологией. Мы занимаемся с тематологией. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ПОДПИШИСЬ НА КАМПИОНСКОМ ЯЗЫКЕ 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 Суцией завязки не готова. Нет, 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 нет! Нет, нет, нет. Непонятно. Это будет очень тяжело контролировать. У меня предложение. А в интернете, я в этом видео. Я не буду использовать это. Я не буду делать это. Как ты не умираешь? Не, не умирай. Я не умираю контроля. Я не умираю. Я не умираю. А, я их чокали! Ааааааааа... Я не могу, что здесь, не могу. Алия, не британская. ПОДПИСАТАРА Я Аааааа, молодой. Ааааааа, молодой. Аааааааа... Не ма дейсвис, что ли это? Не-аа... Я, директур, буза, б... Ааааааа... Аааааааааааа... Бак, директурлигой гранаа. Да-да... Эээ... Аааааа... Ааааа... Иде-ааа... Аааааа... давным-давно уже проверки на утебу га халк плана бренч или и кучу ручьем аз уже шоу уринга чей-то келдовле а в касаемо да аудитория га махома варта характер клама чтобы давайте справедливо честно и все по закону для того как я хочу сказать что нечего ойлор жаре она шушку на швы уллана бюро мы шашу не кладык идиот разоблака и не ле ума бомбе оптимана масла ваттатрон шунчо да са тачалды текшироп овен боганак шунчо наса текшироп олунды на ютуб и ка сеге без на топ шарил дамаре ци и ци ивазли бюно не мучила зырмана купла блогер и далиямиз шунар сан атома бульса гна бутуклал ищутся что да вот киндер течер до киндер течер мады шеннеки курпу дамы и так хула садового канэшна да и это хорошее так ку айтмохчу масман баскалалик бинар сани опчет он сон она лекки комиссия тузул бинар саны твое сам контролу кулыш кирек чунки демкопи алгон лу а в скурте самасын китима гензонгар мы замел гонгапыр бодан ларда Большое спасибо. Мой народ не бесплатно. У меня нет первых сезон. Но я не говорить про этот человек, это не благодаря в Можевом. Слушай... Это значит что она трехворная, плачь. Отилизов от Кыганил. Это значит, что мы перестали. Поэтому мы теперь Лидер Тиханал, мы делаем свои пары небольшие. Сауна, это... Я ничего не могу, я только Woooo Я ничего не могу, я только два года Серьезно? Это что то? Гоменедия тысячи Скажи05 Скажи данными Я так и постам, что ни зими Но если ты сошли, то что ты не спиши Готово Ну так, так Продолжение следует... Был линии? Реально. Я оставлю на серебля токму! Совет стр can, на сайте реск 부탁ен... Спонсор рекламы. Глазбюльден! Я яну, щене, что я пришел... О, куда я ни делу... Смешен, это было не было ягоди! Слайе на бомах, трахмам, она могла, Мазаклый, а не так? Искандр аркан. Куда? Ну что? Собственно. Советы и они говорят! Вот этот видео. Вот так! Ну это, я с ним не знаю. Мы, в Москве, Тур, в Москве. Мы, в Москве. В экране телефон, ракамы, В Москве, в Москве. Борой вақт, улеймайк борой дүс беткіламыз. Газ! Субтитры создавал DimaTorzok